Пока коллеги поднимаются, я дам некоторые пояснения, почему мы сегодня так часто видим, почему они рассказывают нам такое количество информации. На самом деле, Катя и Юра занимаются продуктом. Они занимаются выстраиванием концепции продукта, смотрят сценарии, прорабатывают их, общаются с нами, смотрят на тот самый сайт идеи, один из bitrix.ru, про который мы сегодня несколько раз упоминали, видят обратную связь, анализируют ее, действительно продумывают пути пользователя достаточно детально. И в их руках, в их головах фактически находится вот та концепция, по которой движется продукт bitrix24. Передаю вам слово, друзья, омниканальная CRM. Спасибо, Миша. Приветствуем всех еще раз. Итак, омниканальная CRM, не упустим ни одного клиента. Вообще, кто знает, пожалуйста, поднимите руки, кто знает, что такое омниканальность? Отлично. Примерно половина зала здесь знает, что такое омниканальность. У нас здесь была шутка такая, я должен был сказать, Екатерина Шеленькова сейчас расскажет, что такое омниканальность. Ну, вообще, существует мультиканальная CRM и омниканальная. То есть два понятия – мультиканальность и омниканальность. И омниканальность заключается в том, что у вас может быть очень много каналов, и в каждом из них может происходить продажа. Но в итоге все продажи собираются где-то в одну единую базу. В идеале должны собираться. Но самое главное отличие, это вот правильно сказала Катя, это то, что продажа происходит в тех каналах. В мультиканальной схеме продажа происходит глобально в одном месте, а все каналы являются просто взаимодействием при общении или еще какими-то там дополнительными вещами, которые клиент сделает с системой. И бизнес в мире омниканальности сегодня – это огромное количество различных каналов, которые необходимо агрегировать, собирать и обрабатывать. Конечно, множество каналов порождает множество проблем, потому что нужно в каждом канале ответить, в каждом канале проконсультировать и в каждом канале хорошо бы дожать клиента до продажи. И, конечно, это постоянная путаница и ошибки менеджеров из-за огромного количества обращений приводят к неэффективности работы этих менеджеров, к снижению скорости, ну и, соответственно, к заторможению получения дохода компании. Давайте здесь дополню. Фактически это две методологии. Первая методология. Клиенты хотят, чтобы все было собрано в одном месте, чтобы менеджеры сидели, например, в Bitrix24 и управляли полностью всеми с Bitrix24. Это такая хорошая интересная идея, но очень слабо достижимая, особенно когда источников, с которыми они работают, очень много. Предположим, есть источник сайт, есть источник 1С, есть источник еще какие-то дополнительные системы, которые выполняют определенную схему обработки заказа, схему обработки товаров, взаимодействия с клиентом и так далее. И они хотят это все положить внутрь Bitrix24 и считают, что нужно управлять всем из-за данного окна в рамках Bitrix24. Есть вторая концепция, которую как раз мы пытаемся продвигать и пытаемся развивать. Это концепция того, что управлять внутри CRM нужно все-таки клиентами. Что CRM – это все-таки управление клиентами, клиентской базой и данными по клиентам. Вся остальная информация является вторичной. Ее нужно получать или видеть в каком-то ограниченном объеме и давать возможность перейти детально в ту систему, в которой они обрабатываются. И вот в таком ключе мы хотели бы поговорить по этому докладу. Вообще существует множество историй современных продаж. Мы рассказывали историю интернет-продаж, также всякие другие продажи, как сегодня это происходит. Бывает так, что каждый менеджер общается в каком-то своем канале. Кто-то обрабатывает в соцсети, кто-то в мессенджере, кто-то работает в интернет-магазине. И если вдруг какой-то менеджер, существуя продажу, в каком-то чате забудет зафиксировать ее внутри CRM, то начнется хаос, потому что клиент оплатит. Придет платеж. Тот, кто обрабатывает платежи, уже сделки непосредственно, не понимает, от кого пришел, потому что заказ не зафиксирован. Откуда-то поступили деньги, но никто не знает откуда. И начинается такой беспорядок, начинается хаос. Для того, чтобы этого не было, нужно объединять все каналы в одном месте. Какие вообще существуют каналы на сегодняшний день? Это мессенджеры, это веб-формы, это, конечно же, интернет-магазин, это какие-то офлайн-магазины, офлайн-точки. Конечно, это телефонные продажи, продажи по e-mail, и вообще различные другие ваши внешние системы, через которые сегодня компания продает свои товары или услуги. И возникает вопрос, а где же мы можем объединить все эти каналы? Где вообще было бы логично и удобно управлять всем этим? Может быть, объединим все это в интернет-магазине? Интернет-магазин должен заниматься продажами в интернете. Он не умеет обрабатывать клиентов, не умеет работать с клиентами. Хорошо, тогда может быть Excel, всем знакомый, понятный инструмент Excel. Прекрасная, интересная возможность, но если поступит звонок, с какой скоростью я найду информацию по клиенту? Согласна, есть такая проблема. Еще остается вариант с тетрадкой. Всем привычный, удобный, опять же, вариант с тетрадкой. Это прекрасный вариант, если бы это был совсем маленький бизнес, и было бы максимум 2-3 странички, это было бы интересно. Но если бизнес немножко больше, это не вариант, и мы не сможем его использовать. Еще варианты? Тогда остается вариант объединить все внутри CRM. Да, я считаю, что это правильный вариант. Объединить их нужно внутри CRM и объединять как раз по той концепции, про которую мы говорили, что концепция объединения должна быть объединением именно клиентской базы. То есть мы должны в рамках CRM получить всю клиентскую базу. И по этому поводу, вообще как объединить все каналы и какие каналы объединяются, у нас есть видеоролик, давайте его посмотрим. Битрикс24 объединяет в CRM всех клиентов вашей компании, с которыми вы взаимодействуете по телефону, электронной почте, в Фейсбуке, ВКонтакте, Скайпе, Телеграме, Вайбере и других месседжерах через CRM-формы, интернет-магазин или через 1С в обычном магазине. Все клиенты автоматически распределяются между сотрудниками по правилам очереди. Битрикс24 незаметно собирает информацию из всех каналов, в режиме реального времени передает все данные в CRM, создает объединенный профиль клиента и формирует индекс финансовой дисциплины. Вы получаете полную статистику по обращениям клиентов, скорости и качеству ответов. Омниканальная CRM Битрикс24 объединяет все каналы коммуникации, строит единый профиль клиента, позволяет контролировать нагрузку и качество обслуживания. CRM незаметно становится частью вашей компании. Бизнес работает в Битрикс24. Бесплатно, неограниченно, онлайн. У нас сформировался такой тезис, CRM незаметно работает. Это действительно незаметно, потому что ничего не нужно делать вручную. Все фиксируется в CRM автоматически. Ну и ключевым моментом этого ролика был именно момент, связанный с карточкой клиента, где мы показываем все движения, связанные со всеми каналами, через которые он взаимодействует. У нас есть такой термин внутри отдела – касание клиента. То есть клиент касается через какой-то канал к вашей компании. Это могут быть мессенджеры, это могут быть заказы, сделанные в оффлайновой точке, это могут быть заказы, сделанные в интернет-магазине. Все это касание. И получив эту страницу, вы сможете увидеть все эти каналы в рамках объединенных данных. И второй вопрос, который возникает, это как собрать все данные из CRM? Где именно их расположить? Куда принять эти данные? Как они должны выглядеть внутри CRM? И у нас появляются новые дела. Я думаю, что кто-то уже видел новый интерфейс дел. Мы его переработали, он стал удобнее, дела расширились. Раньше у нас было 4 типа дел, теперь их стало больше. Мы объединяем в делах мессенджеры, чаты, CRM-формы, 1С, интернет-магазин, e-mail. И вообще доступно Рестапи для того, чтобы вы могли создавать свои произвольные типы дел. Фактически таким Рестапи, произвольным типом дел является наш 1С-трекер, который забирает информацию с 1С и уложит его в отдельное дело, чтобы можно было его использовать в рамках CRM. Но этот метод может использоваться не только для 1С. Вы сможете написать свой собственный коннектор для любой своей системы, в которой вы введете какие-то данные и отправить их в CRM для последующей обработки. Более подробно о этом будет рассказано на секции про 1С. То есть сегодня контролировать все свои продажи, вообще все свои каналы своего бизнеса можно через CRM и контролируется это все в делах. Ну и конечно же формируется портрет клиента. По всем каналам, через которые обращается, касается клиент вашей компании, BITREX24 формирует его профиль портрет. И портрет, собственно, помогает нам ответить на вопрос вообще, кто он, ваш клиент в CRM. Потому что это очень важно, когда клиент обращается в вашу компанию, понять, насколько он важен в вашей компании, сколько денег он приносит, какую нагрузку он создает. Может быть, он создает огромную нагрузку, но при этом у него там сделок на миллионы. И тогда такой клиент, конечно, важен в вашей компании. А может быть, наоборот, коммуникационная нагрузка от него огромна, а сделок на самом деле всего лишь несколько. И ответить на все эти вопросы позволяет портрет клиента. Ну, собственно, мы хотим рассмотреть детальнее все те блоки, цветные графики, которые мы видели, которые формируют этот полный профиль клиента. Это коммуникационная нагрузка, это суммы сделок, это конверсия, это вычисление индекса финансовой дисциплины клиента и еще очень много других отчетов, о которых мы сегодня расскажем подробнее. Собственно, так выглядит наш портрет клиента. Не убегая вперед, давай объясним, что это за верхний график. Это интересная штучка. Это как раз так называемый градусник, который показывает индекс нагрузки клиента на вашу компанию. Он состоит из множества элементов. Это все касания, которые сделал клиент по всем каналам. Он рассчитывается автоматически, он может пересчитываться при открытии, может пересчитываться в раз в какое-то время. Пересчитываться он может для конкретного одного клиента или для всей компании в целом. Ну и, естественно, вы его можете задавать вручную. Задание вручную делается той цифрой, которую вы считаете для своей компании оптимальной при работе с клиентом. Предположим, в вашей компании работа с клиентом состоит из пяти касаний. Клиент делает звонок, клиент делает заказ по телефону либо в интернет-магазине, клиенту делается звонок для отгрузки, клиенту делается звонок, чтобы узнать, что товар ему получен, и делается последний звонок, чтобы узнать, насколько все его удовлетворило и все ли хорошо. Вот считаем, что пять таких касаний для вашей фирмы являются оптимальным. Мы задаем это касание в систему, и оно является точкой нуля, так называемой. То есть считаем, что здесь это все оптимально. Любые отличия от этого показателя в плюсовую или в минусовую сторону будут являться показателями ухудшения взаимодействия с этим клиентом или улучшения взаимодействия. Если он уходит в левую зону, то это идеальный клиент. Касаний он сделал меньше, денег принес столько же, сколько вы получаете в среднем с каждого клиента. Если он сделал касаний больше, чем пять заданных вами в начале системы, то считаем, что этот клиент немножко нагружает вашу систему, и, может быть, нужно менять как-то взаимоотношения с таким клиентом. И здесь, наверное, важно отметить, что касания мы считаем на одну сделку. То есть не просто сколько раз клиент обратился к вам, а именно на одну сделку, так как существуют продажи короткие и продажи длинные. И в зависимости от этого у кого-то пять касаний на одну сделку, это будет нормой, а у кого-то все 15. Следующий показатель – это индекс финансовой дисциплины. Он позволяет вычислить, насколько клиент вовремя оплачивает вам счета. То есть то, что клиент совершил с вами сделку, и вы выставили ему счет, это всего лишь еще полдела. Важно, чтобы клиент оплатил этот счет, а еще лучше, чтобы он оплатил его вовремя. И вот этот индекс как раз показывает, как клиент оплачивает счета вовремя, не вовремя. Ну, собственно, вычисляется индекс и показывается на портрете. Это соотношение счетов выставленным к счетам вовремя оплаченным. Если эта цифра идеальная, то ваш клиент идеален, и индекс финансовой дисциплины у него будет максимальный. Предпочтительный канал коммуникаций. Конечно, очень важно понимать, во-первых, откуда пришел к вам клиент. Это источник ли да, какой канал самый эффективный. Но кроме этого важно понимать, а как продолжает клиент общение с вашей компанией. Ведь он мог прийти через один канал, а потом переключиться на какой-то другой. И вот этот график как раз нам показывает предпочтительный канал для конкретного клиента. Он вам больше звонит, больше пишет, либо, может быть, общается с вами в мессенджере. Этот график показывает еще другую очень важную информацию. Предположим, вас убеждают в вашей компании, так как мы показываем это для всей компании, эти индексы, вас убеждают, что канал SMM, например, очень эффективный. Оттуда приходят миллионы клиентов. Вы вкладываете туда деньги, и можете зайти в отчет и посмотреть, а пользуются ли этим каналом, есть ли какая-то обратная связь по этим каналам, есть ли отдача с этого канала, как в денежном эквиваленте, так хотя бы в касаниях, которые происходят с этого канала. Следующий показатель – это конверсия. Конечно, нам важно понимать, сколько вообще сделок с клиентом было заключено, потому что он мог к нам обращаться много раз, у нас по нему много дел, много коммуникаций, но важно понять, а сколько же с ним было сделок. И этот показатель нам показывает конверсия. Конверсия максимальная, обычно, по исследованию, это около 4%. Это то, что Google заявляет, как максимальную конверсию вообще для клиентов. Это имеется в виду конверсия именно в продажу, то есть с оплатой. Конверсия просто как касание клиента может быть намного выше. Соответственно, по этой конверсии вы можете увидеть, насколько суммарно по вашей компании все ли хорошо у вас с бизнесом, и увеличение этой конверсии фактически увеличивает вашу прибыль. То есть вы увеличили эффективность, на той же массе клиентов вы получили больше прибыли. Следующий отчет – это нагрузка по каждому каналу. Каналов у нас очень много. Все мы их агрегируем в одной СРМ. И важно показать, как работает каждый канал. То есть такая небольшая детальная статистика по каждому каналу. Мы показываем по телефону, сколько было звонков, разделяем, какие были входящие, исходящие. Появляется обратный звонок с сайта, он также фиксируется отдельной колонкой статистики. Показываем уровень удовлетворенности клиента по этому каналу. Например, звонков очень много, но важно понять вообще, клиенты довольны работой менеджеров, которые работают в этом канале Телефонии. Отчеты по 1С. Опять же, сумма заказов, которые пришли по клиенту в 1С, сколько заказов он совершил офлайн. Возможность перейти непосредственно в 1С и посмотреть детальную карточку этого клиента со всеми его заказами. Получив эффективность по каждому из каналов, вы можете понять, насколько канал эффективен и, может быть, нужно что-то сделать в вашей компании, чтобы исправить ситуацию. Предположим, не хватает телефонных номеров. У вас один номер, а звонков очень много, и в основном канал нагружается в телефонный. А линия у вас не многоканальная, работает по старой схеме. Вы добавляете еще номера, тем самым даете возможность клиентам дозвониться до вашей компании, сделать какие-то касания с вашей компанией. То же самое формируется такой же портрет по всем вашим клиентам. Отдельно будет раздел в списке контактов и в списке компаний. То есть мы собираем отдельно статистику по всем контактам и по всем компаниям. Опять же, здесь мы показываем графики, например, рост клиентской базы, чтобы вы понимали, вообще растет у вас база контактов и компаний или нет. Показываем каналы, через которые взаимодействуют, обращение, опять же, нагрузку по различным каналам коммуникаций и так далее. То есть практически такой же портрет, который мы строим по каждому клиенту, мы также строим и сводный по всем вашим клиентам, которые есть в CRM. Помни, канальная CRM Bittrex24 объединяет все каналы коммуникации с вашим клиентом. Очень важно, что она формирует профиль вашего клиента и дает возможность оценить этого клиента по различным показателям. То есть вы можете контролировать все продажи и все коммуникации с вашим клиентом в одной CRM. Вообще с этим докладом сразу ассоциируется такой образ воронки. Например, не было давно дождя, вы знаете, начинается гроза, гром, сейчас вот-вот пойдет дождь, и вам нужно собрать максимальное количество капель с этого дождя. То же самое здесь. Есть очень много каналов, клиенты отовсюду обращаются, и вам нужно собрать этих клиентов в один единый сосуд CRM Bittrex24. Вы берете, ставите огромную воронку и собираете все капельки. Также вы ставите CRM Bittrex24 и собираете всех клиентов и все продажи в одной CRM. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...